Сегодня в читальном зале областной библиотеки имени Федора Тютчева нет табличек с требованием соблюдать тишину. Наоборот, сегодня здесь хотят, чтобы было шумно. В залах на всех этажах концерты, выступления, конкурсы и различные экспозиции. Акция «Ночь в библиотеке» проводится в Брянске уже второй раз. 27 мая будет вообще российский день библиотек. Наш профессиональный праздник и библиотек, и библиотечных работников, и читателей, и любителей книги. И мы проводим такую акцию. Поэтому сегодня у нас можно делать практически все. Помимо культурной программы предусмотрены конкурсы для эрудитов для победителей викторины на поиск ключевых слов в интернете, партнер мероприятия компания «Ростелеком» подготовила серьезные призы – планшетники «Айпед». На сегодняшнем турнире мы предлагаем вам посмотреть видеофрагменты из кинофильмов, снятых по литературным произведениям. И ваша задача по этим отрывкам найти в интернете автора и название литературного произведения. Сделать библиотеку действительно модным, а главное – актуальным местом – тенденция международная. Чтобы привлечь внимание широкой общественности, различные акции проводятся как в крупнейших мировых, так и в сельских учреждениях. Брянские библиотекари сейчас, например, вовсю осваивают интернет. На данный момент библиографический справочник, включающий более 6 тысяч изданий, а также полные тексты сотен редких и старинных книг, опубликованы на портале Госуслуг. 26 библиотек, которые создают каталоги книг, систематические картотеки статей, краеведение, электронные издания оцифрованные. Это Брянская книга 19 век, Брянская губернская печать. И эти ресурсы по инициативе Ростелекома были еще представлены на портал Государственных услуг. Ростелеком является партнером областной библиотеки на протяжении последних 20 лет. Оцифровка редких книг, предоставление читателям возможности бесплатного доступа в интернет – одна из социальных стратегий национального оператора телекоммуникаций. Были подключены к сети интернет по оптоволоконной связи 27 библиотек областных, районных, причем только 5 в городе Брянск, остальные, соответственно, в районных областях. 16 библиотек сельской местности были подключены к интернету технологии АДСЛ, то есть в село перешел широкополосный доступ, и в некоторых селах это единственная возможность выхода в сеть интернет. Для таких консервативных учреждений, как библиотека, идти в ногу со временем, казалось бы, очень сложная задача. На самом деле читателям уже не нужно ждать перемен. Перемены происходят уже сейчас. Виталий Угримов, Иван Самошенков. События. Брянск.